Всем привет! Вот и дождались нового видео. Как я обещал, на этой неделе вы увидите, как собирать лучшие карты в Южном парке «Разрушитель телефонов». Существует несколько способов собирать новые карты. К примеру, лут в шкафчиках. После победы на сюжетного режима или PvP-мальч вы получаете возможность открыть три шкафчика с лутом. Если вам повезет, вы можете найти карту или две, скрытые среди них. Всего же, возможно, выбирать три лучших редких предмета. Начнем с бесплатных наборов. Магазин карт нам предлагает бесплатные пакеты карт каждые несколько часов, поэтому не забывайте воспользоваться этим, когда он доступен. Следующий – это PvP-набор. Вы получаете пачку карт после победы в трех сражениях PvP. Этот пакет карт повторно появляется каждые несколько часов. Далее – монеты. Магазин карт нам продает определенные карты в обмен на монеты, поэтому обязательно проверяйте их при изменении запаса. Билеты на PvP. Как и в магазине Картмана, магазин Абаттерс продает специальные карты в обмен на билеты PvP. Ассортимент меняется регулярно, поэтому часто проверяйте их. Доллары. Магазин премиум-наборов продает специальные карточные пакеты за доллар, которые можно купить за реальные деньги или утомительно зарабатывать. Открывая шкафчики и завершая достижение. Следующий момент – это как улучшить карты. Существует два основных способа улучшить карты в Южном парке. Во-первых, вы обновляете карту до тех пор, пока она не будет закрыта, а затем вы поднимаете ее уровень. Улучшение, апгрейд. Для обновления карты вам необходимо добывать некоторые материалы. Перья, черепа, ключи, чипы, кольца, руки, пришельцы и так далее. И желтые монеты. Лучшая добыча находится в школьных шкафчиках. Карточных пакетах, монетном магазине и магазине билетов ПВП. После того, как у вас есть необходимая добыча, вы можете улучшить карты, нажав на них в конструкторе колодок. Новый уровень. Как только карта будет полностью улучшена, у вас есть шанс поднять ее уровень. Для этого вам нужно определенное количество дубликатов карт и некоторая сумма монет. Как только уровень карты повысится, повысятся характеристики карты. Атака, урон, здоровье. И потребуется больше предметов для следующего улучшения. Следующая глава. Как составить лучшие колоды в Южном парке. Создание правильной колоды имеет важные значения для успеха. Однако, прежде чем сделать это, важно иметь в виду правила составления колоды. Смотрите, во-первых, колода может иметь всего 12 карт. Из них 12 карт у вас могут быть только карты двух из пяти разных тем. Это нейтральная, приключения, скайфай, он же NF, мистика и фантазия. Попытка добавить карту из третьей темы просто запускает приглашение, которое просит вас удалить одной из других тем, чтобы освободить место. Также обратите внимание, что вы не можете одновременно использовать два одинаковых героя. Некоторые персонажи имеют разные карты по другим темам. И попытка удвоить этого персонажа просто сделает одну из карт непригодной для использования, когда другая будет играть. То есть на поле. Попробуйте построить колоду с совершенно уникальными картами для персонажей. Используйте каждый тип карты. Если вы хотите, чтобы в вашей колоде были все типы карты классов, чтобы вы могли справиться с любой ситуацией, в вашей колоде есть 5 разных классов карт. Поехали. Танк. Это суммоны класса танков. У них много здоровья, но они не наносят большого урона. И медлительные. Боец. Призывает персонажа класса бойцов. У них умеренное количество здоровья и средний урон. Следующий это киллер. Призывает персонажа класса ассасин. Они наносят огромный урон, но быстро умирают. Стрелок. Вызывает характер класса ренджа. Они наносят урон с расстояния, но быстро умирают, когда атакуют рукопашные персонажи. Заклинания. Накладывают заклинания в целевую область. Они обладают множеством эффектов и могут быстро вывести вас из тяжелого положения. Без любого из этих типов карт вы будете уязвимы для других, которые подавляют вас стратегиями, с которыми вы не можете противостоять. Обязательно иметь по меньшей мере два типа карты-колодя, чтобы у вас было больше разнообразия. Да, не забываем про особые эффекты и умения. Некоторые карты получают особые умения при обновлении. И помните, что их использование может действительно дать вам дополнительные преимущества в битве. Существует четыре различных типа специальных умений. Первое. Это заряженные. Это специальные умения медленно заряжаются в течение времени. После зарядки эти спелы активируются вручную, нажимая на портрет перса, который появляется над головой персонажа. Второе. Это аура. Это специальные силы, обеспечивающие пассивный эффект всякий раз, когда персонаж играет. В-третьих. Варкрай. Это специальные умения активируются, как только вы вызываете персонажа. Death Wish. Эти спелы активируются при смерти вызываемого персонажа. И обратите внимание на особенности, которые каждая карта имеет, и как они активированы. Поскольку они будут неотъемлемой частью того, как вы строите свои колоды и играете в карты в долгосрочной перспективе. На этом первая часть закончена. Увидимся во второй части.